Всех приветствую на своем канале. В сегодняшнем видео я вам хочу показать, как связать вот такой замечательный снуд, который в итоге можно свернуть на шею восьмерочкой. Можно сделать его в одно сложение, то есть он высотой 18 сантиметров. Вы вяжете его длину, затем сшиваете где-то около 50-55 сантиметров. Если же хотите в два сложения, то ему длину нужно делать не менее метра где-то 5 сантиметров. Если это подросток, либо ребенок, и конечно же если это взрослый человек, то где-то в среднем его длина должна составлять метр двадцать, и с капюшоном, если кто-то хочет одеть, метр сорок. Его ширина 18 сантиметров, можно сделать пошире, можно сделать уже, это уже зависит от вашего вкуса и желания. Вот, конечно же в принципе рисуночек такой вот замечательный подойдет как на взрослого человека, так и на ребенка. Я вязала на девочку с 7 лет, поэтому в общем вы уже ориентируйтесь, здесь смотрите. Снут у меня связан без шва, то есть посмотрите, шовчика нигде, рубчика никакого нет. Вот, шит он трикотажным шовчиком этот рубчик, поэтому его не видно. Вязала я в набор вот этой замечательной шапочки. Получилось на мой взгляд очень миленько и красивенько. Для тех, кто хочет связать вместе со мной, пересоединяйтесь. Для вязания нам понадобится полушерстяная пряжа, либо любая пряжа, которую вы хотите использовать. Это может быть полушерсть, может быть акрил, то есть на ваше усмотрение. Вот, я буду использовать полушерсть, название вам, к сожалению, не подскажу. Это старые запасики. Я связала небольшой образец с спицами 3,5, которыми буду вязать. У меня получилось в 1 см 1,6 петли. Вот с таким вот соотношением моей пряжи к своей вы будете делать расчет. Также нам понадобятся ножнички и крючок для дополнительных каких-то функций или подтягивания петель. Я буду сшивать трикотажным швом, поэтому еще понадобится иголочка. Для начала набираем на 2 спицы 32 петли. То есть 30 петель это ширина моего снуда и 2 кромочные петли. Беру на одну спицу, набираю начальные 2 петельки, затем приставляю вторую спицу и набираю еще 30 петель. Для чего я набрала сначала на одну спицу, затем приставила вторую, для того, чтобы не была растянутая крайняя петелька. Я этого не люблю, поэтому вот так вот делаю набор. Набираю я классическим способом, самым обычным, 30 петелек. 30 петелек плюс 2 кромочные набраны и вытаскиваем свободную от вот этих начальных петелек спицу. И вяжем первый ряд. Подтягиваем себе петельки на краешек и первый ряд вяжем все петельки лицевые. Первая, вторая, третья, то есть самым обычным способом я вяжу лицевые. Подхватываю снизу петельку, захватываю рабочую ниточку и вытаскиваю петлю. Вот таким самым простым способом я вяжу полностью весь ряд лицевыми петельками. Последнюю петельку мы с вами провяжем кромочную изнаночной. Вяжем 31 петлю лицевую вместе с первой кромочной. Последнюю кромочную мы провяжем сейчас изнаночной петлей. Вот я довязываю 31 петлю. Изнаночную я вяжу, нить перед работой. И ввожу сверху вниз, вот смотрите, спицу, захватываю рабочую ниточку и вытаскиваю. Вот она моя изнаночная петля. Первый ряд мы закончили. Разворачиваем на второй ряд. Второй ряд начинаем так. Кромочную снимаем не провязывая. И в каждом последующем начале ряда первую кромочную мы не будем вязать. Только в первом ряду мы ее связали лицевой петлей. Затем во всех последующих рядах мы просто ее снимаем. И снова все последующие 30 петелек мы вяжем лицевыми петлями. Последнюю кромочную мы будем всегда вязать изнаночной. Первую кромочную мы снимаем не провязанной. Последнюю кромочную вяжем изнаночной петелечкой. Кромочная и изнаночная. И разворачиваем на третий ряд. Первую снимаем не провязанной. И теперь мы вяжем, смотрите, лицевая, делаем накид. Лицевая, делаем накид. Лицевая, накид. Лицевая, накид. Лицевая, накид. Так будем вязать до конца этого ряда, чередуя лицевая, накид. Лицевая, накид. Вот так вот вяжем до конца ряда, чередуя просто лицевые петельки и накид. Накиды нам как бы увеличивают вязание. И мы продолжаем вот так вот вязать. Между предпоследней и последней кромочной петлей накида не должно быть. Сейчас я вам расскажу, как и почему. Лицевая, накид. 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 У меня осталась кромочная и предпоследняя петля. Последняя петля получается снуда нашего. я накид не делаю просто вяжу предпоследнюю петлю лицевой и кромочную изнаночную смотрите мы после кромочной 1 не связали накид просто начали с лицевой точно так же в конце у нас лицевая и изнаночная без накида между ними вот так вот нам нужно будет в каждом вот таком ряду вязать только между четырьмя то есть между с одной стороны двумя петлями и с другой стороны двумя петлями лицевая накид а последние и первые две мы вяжем без накида между ними разворачиваем четвертый ряд теперь смотрите мы кромочную снимаем и вяжем вот эту изнаночную в этом ряду лицевой накид просто спускаем мы его не вяжем ничего спускаем снова у нас изнаночная мы вяжем ее лицевой накид спускаем для чего нам нужны были накиды чтобы сделать лицевые вытянутые петли что мы сейчас и делаем смотрите мы вяжем петлю лицевой накид спускаем петлю вяжем лицевой накид спускаем и у У нас получаются вот такие вытянутые длинные лицевые петельки. Так мы вяжем до конца ряда лицевые петли вытягиваем красивенько, накиды спускаем. Лицевые петли вытягиваем, накиды спускаем. Петли вытягиваем, накиды спускаем. Обязательно внимательно свяжите этот ряд для того, чтобы не связать накид как петлю лицевую. То есть нам нужно связать только петли. Накиды мы просто спускаем, не провязывая. И благодаря этому у нас количество петель, какое было изначально, то есть 30 петель и 2 кромочные, так у нас и должно быть по ходу всего вязания 32 петли. Накиды у нас должны спускаться. Связав этот ряд, мы с вами просчитаем с самого начала, чтобы нигде не захватить лишний накид и не связать его петлей. Чтобы у нас ни в коем случае не прибавилось количество петель в ширину. Лицевую провязываем, накид спускаем. Лицевую провязываем, накид спускаем. Лицевую провязываем, накид спускаем. Последний накид мы спускаем, вяжем предпоследнюю лицевой, последнюю кромочную, изнаночной. Теперь вам расскажу, почему мы не делаем накиды между лицевой и кромочной, изнаночной. Для того, чтобы не вытянуть последнюю кромочную петлю и не сделать ее длинной, такой, как вытянутые лицевые петли по всему ряду. Точно так же с одной стороны кромочную не вытянуть и с другой стороны. Вот почему мы не делаем накиды. Все остальные петельки у нас, посмотрите, получились вытянутыми красивыми петлями. Теперь я вам рекомендую пересчитать первый ряд, пока вы только первый раз связали такой ряд. Поэтому пересчитайте, чтобы у вас было в этом ряду 32 петельки. То есть две кромочные, между ними 30 вытянутых лицевых петель. Если у вас все совпало, все правильно, значит поворачиваем и вяжем пятый ряд. Первую снимаем непровязанной и все остальные 30 петелек вяжем лицевыми. Кромочную мы вяжем, последнюю всегда изнаночной. Просто вяжем все петельки лицевые. Кромочная и изнаночная поворачиваем на шестой ряд. Кромочную первую снимаем и все петельки 30 средних петелек лицевые. Кромочная в этом ряду, как всегда, последняя изнаночная. Седьмой ряд. Первую кромочную снимаем и все 30 петелек вяжем лицевыми петлями. Последняя кромочная вяжем изнаночной. Восьмой ряд. Снова кромочную снимаем и все средние 30 петелек лицевые. Последнюю кромочную вяжем изнаночной петлей. Девятый ряд. Мы снова повторим, как вязали третий. То есть вяжем в этом ряду. Кромочную снимаем. Затем у нас петля идет лицевая. И начинаем чередовать. Лицевая, накид. Лицевая, накид. Лицевая, накид. Лицевая, накид. И так чередуем до последней лицевой петли. Как я вам уже говорила, между первой кромочной и первой лицевой не должно быть накида. И между последней лицевой и кромочной не должно быть накидов. А так чередуем от начала до конца. Лицевая, накид. Лицевая, накид. Лицевая, накид. Как и в начале, мы вязали в третьем ряду. Вот так вот чередуем до конца ряда. Лицевая, накид. Лицевая, накид. Для того, чтобы вытянуть нам красивые, сделать вытянутые лицевые петельки. И продолжаем чередовать лицевая, накид. Подходим к последней лицевой петелечке. Сделали накид на предпоследней лицевой. Затем вяжем лицевая и кромочная, изнаночная. Десятый ряд вяжем как четвертый. Кромочную снимаем. Затем мы петельки, вот эти изнаночные, в этом ряду вяжем лицевыми, накиды спускаем. Снова петля вяжем лицевой, накид спускаем. Петля лицевой, накид спускаем. Петля лицевой, накид спускаем. Петля лицевой, накид спускаем. И так мы петли вяжем лицевыми петлями, а накиды спускаем. И снова рекомендую вам в конце этого ряда пересчитать количество петель, чтобы она совпадала с изначальным количеством петель. Чтобы вы лишний раз просто не связали накид как петлю. То есть не добавили просто петли в ряду. Если вы добавите петли, то у вас снуд пойдет на расширение, ширина. А вам этого абсолютно не нужно. Он у вас должен быть красивый и ровненький. Петлю вяжем лицевой, накид спускаем. Петлю лицевой, накид спускаем. И вот я уже подхожу к концу этого ряда. Вяжем петли, накиды спускаем. И последние у нас две петли это лицевая и кромочная изнаночная петля. Вот он наш связанный 10 ряд. Мы вытянули в нем петельки красивые лицевые. И теперь 11 ряд у нас как пятый. Все петельки лицевые. Первую снимаем не провязанной. Затем 30 средних петелек вяжем лицевые. Последняя 32 петля кромочная. Поэтому вяжем ее изнаночной. 12 ряд как шестой ряд. Кромочную снимаем. И 30 средних петелек между кромочными вяжем лицевыми. Последняя петля у нас в ряду изнаночная. И наконец 13 ряд мы вяжем как седьмой или начинаем как первый, самый-самый первый ряд. То есть начинаем с самого начала вязания. Как мы включили с вами видео, петельки начали набирать. Вот мы с самого первого ряда начинаем вязание. Суть этого узора очень простая. Смотрите, между рядами вытянутых петелек у нас должно быть всегда 5 рядочков платочной вязки. То есть смотрите, первый ряд между ним второй, далее третий, четвертый и пятый. Но первый из этих пяти рядочков идет у нас вытянутые петли. То есть мы вытягиваем петли, накиды спускаем. Это первый у нас ряд. Затем за ним второй, третий, четвертый и пятый. Затем снова у нас лицевая, накид, ряд и начинается пятый ряд. То есть первый он у нас из пяти, будет снова лицевые, которые вытягивают петли. Накиды спускаем, петли вытягиваются. То есть запомните, всегда между вытянутыми петельками у нас 5 рядочков платочной вязки. Один из которых мы связали и затем начинаем с самого первого ряда. Ряд лицевой, это у нас второй будет. Второй ряд, это уже третий по счету платочной вязки. Третий ряд мы снова делаем. Лицевая, накид, лицевая, накид и так далее. То есть мы вяжем, запомните, 3 изнаночных ряда между вытянутыми петельками. Я думаю, что здесь по рисунку все у вас видно и понятно. Для тех, кто не понял, можете включить видео там, где мы вязали с первого ряда. Вот таким вот образом я буду вязать где-то длину снуда своего, где-то метр. Затем буду сшивать. То есть метр, может там метр пять, это где-то приблизительно 45 вот таких рапортов. То есть там, где у нас 5 рядочков платочной вязки или вот 3 ряда изнаночных и вытянутые петельки. Это у нас один рапорт. Вот так вот от пальчика до спицы это один рапорт. Мы с вами связали два полных рапорта. То есть вот он первый был, незаконченный. И второй полный. Мы закончили, получается, сейчас вязать первый рапорт. Вот он у нас рядочек. Он должен быть здесь. То есть мы связали с вами два полных рапорта узора. Таких рапортов я буду вязать где-то, еще раз повторюсь, 45, может 47. Все зависит от моей плотности вязания, высоту. То есть сейчас мы вяжем сколько нам нужно в высоту, ширину мы с вами набрали, в высоту мы вяжем снуд. А затем я буду вам показывать, как мы будем его сшивать. Я закончила вязание снуда в длину. У меня получилось где-то метр 7 сантиметров в длину. Вот это приблизительно 50 рапортов узорчиков. То есть вот 3 ряда изнаночных и вытянутые петли. 50 раз вот таким вот образом. И закончила на... Смотрите, в каком ряду я провязала лицевая накид, лицевая накид. А затем вытянула петли первый ряд после лицевая накид. И провязала просто ряд лицевыми петлями. То есть второй ряд после лицевая накид. Как бы неполный рапорт у меня получился. Последний полный. И начало, завершение неполного первого связанного рапорта в начале вязания нашего. То есть вот смотрите, если мы соединим, получится целый рапорт. Вот так вот. И теперь смотрите. Существует в принципе много способов сшивания снуда. Но я пользуюсь обычно двумя способами. Это первый и, пожалуй, самый легкий. Когда я закрываю эти петельки полностью. Делаю, в общем, стандартное закрытие петелек. Я вам ссылочку обязательно оставлю на закрытие петелек. В описании смотрите. И затем просто сшиваю соединительными столбиками. Две стороны на изнаночном ряду. Но получается такой незначительный рубчик. Поэтому я, честно говоря, сегодня решила именно в этом снуде сшить трикотажным шовчиком. Для трикотажного шва нам нужно открытые обе стороны. Открытые петельки на обеих сторонах снуда. То есть здесь открытые и здесь. Здесь у нас, смотрите, в конце вязания еще открытые петли. И ниточка находится с правой стороны. Нам нужно, смотрите, что сделать. Ниточку отрезать в три ширины снуда. То есть смотрите, это как. Вот она у вас рабочая ниточка в начале ряда. Вы кладете, вот она у вас одна ширина снуда. Разворачиваете ниточку. Кладете второй раз на вязание. Вот она вторая ширина снуда. И разворачиваете рабочую ниточку. Третья ширина снуда. И я оставила вот такой небольшой хвостик для пасека на всякий случай, чтобы у меня иголочка не осталась в работе без ниточки в итоге. То есть вот три ширины снуда и ниточку рабочую мы можем уже отрезать. Она нам больше не нужна. У нас остаются с одной стороны открытые петли. Нам нужно открыть петли. И с другой стороны вязание. Как мы это будем делать? Смотрите, мы отлаживаем начало вязания, в общем как, не начало, а конец. А начало кладем на рабочую поверхность. И чтобы нам было удобно, сразу приготовьте одну спицу и ножнички. То есть вот ножнички у вас и спицу. Теперь что мы делаем? Смотрите, мы вверх поднимаем ряд так, чтобы у вас был хвостик при наборе петелек с левой стороны. И мы имеем вот такие вот рубчики. То есть с одной стороны, если вы посмотрите, у вас красивая и ровная косичка гладкая. С другой стороны, у вас вот такие вот зубчики, рубчики. И вот нам нужно визуально представить, где у нас связаны петли. То есть те, кто давно вяжет, вы вполне можете различить начало вязания, конец вязания, там где у вас петли, в общем и так далее. Для тех, кто вяжет недавно, то очень тяжело будет. Поэтому смотрите, прирастягивайте немножечко и видите, где у вас петля. То есть вот у вас состоит ряд из вот таких петелек, между которыми перепоночки. Вот они, две петли у меня и между ними перепонка. Снова две петли и между ними перепонка. Две петли, между ними перепонка. Вот вам нужно найти вот эти петли все, визуально представить, где они у вас находятся. И, как говорят, 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Вот здесь как раз таки тот случай. Обязательно просмотрите, где у вас связаны петли. То есть вы можете посмотреть на ряд. Вот она у вас петля, из нее вывязана следующая петля. Снова петля, из нее следующая петля. И вот между двумя петлями нам нужно отрезать вот эту перепонку, перегородочку, ниточку. Вот отрезали. И теперь берем спицу и начинаем доставать перепонки эти. Смотрите. Вот они у нас, две петли, между ними перепонка. Вытащили. Освободили одну петлю. Снова у нас две петли, между ними перепонка. Раз, два. Освободили вторую петлю. Снова перепоночка. Освободили ее. Третья петля. Снова перепонка. Освободили. Следующая. Освободили. Вот так вот. Следующая петля. Освободили. Вот таким вот образом нам нужно спустить краешек петелек. То есть открыть петли. Можно было бы, конечно, на дополнительную спицу набрать, ой, не спицу, а на дополнительную ниточку набрать краешек. Но мне этот способ нравится, честно говоря, больше. Вы теряете рабочие ниточки буквально сантиметров 15. То есть у вас уходит просто так, где-то сантиметров 10-15. Поэтому, честно говоря, искать дополнительную ниточку какую-то использовать, мне настроения и желания мало. И так, в общем, освобождаем петельки. Обязательно аккуратненько вытаскивайте перепоночки, чтобы не захватить нашу петельку и не вытащить случайно ее. Потому что вам будет потом сложно поддеть. Там, где вам неудобно и нужно потянуть хорошо, придерживайте петельки основанием. Вот так, как я делаю, смотрите, ряд предыдущий придерживайте, чтобы не потянуть за рабочую петлю. А затем вытаскиваете ниточку. И вот, посмотрите, у вас получаются красивые открытые петельки. Вот так вот просто я это делаю. И, как вы видите, у нас получается с этой стороны связанный лицевой ряд. Вот так и у вас должно быть, в принципе. Я думаю, что здесь ничего сложного и непонятного быть не должно. Вытаскиваем, освобождаем вторую сторону, делаем открытые петельки. И вот я дошла почти до конца левого края. Теперь тяну за хвостик, который я вытаскивала. И у меня, получается, остается две петли. Вот так вот. И теперь с другой стороны вытаскиваем до конца. Вот она, последняя. И теперь, смотрите, еще одеваем все петельки на вторую спицу. То есть просто нанизываем все петли по очереди, как они у нас располагаются, так и переодеваем на спицу. Я думаю, что здесь тоже не должно возникнуть никаких вопросов. Все очень просто, легко. Пока. Самое основное и самое, я считаю, что тяжелое, это понять принцип трикотажного шва. Я буду сейчас его выполнять. И для тех, кому не совсем понятно, я предлагаю посмотреть именно отдельное видео трикотажного шва. Так как у меня, скажем, камера не позволяет хорошо записать и качественно именно выполнение этого шва. Поэтому будет, может, некоторым непонятно и не совсем легко. Теперь, смотрите, поворачиваем к себе вот таким вот образом, чтобы у вас рабочая ниточка была на ближней спице от вас. А вторая сторона с другой стороны вот так вот близко прилегающей. И самое основное, смотрите, сейчас вам нужно сориентироваться так, чтобы у вас последний ряд связан был изнаночными петлями. То есть вот так вот, если вы развернете, то изнаночными с одной стороны и изнаночными с другой стороны. И если совместить, у них должно быть между изнаночными рядами в промежутке связаны лицевые петельки, то есть лицевой ряд. Вот его мы сейчас и будем выполнять. То есть, как вы помните, у нас три ряда изнаночных, между ними два ряда лицевых. Вот один ряд между изнаночными есть лицевой, а здесь нету. Вот нам нужно его как раз таки и связать. Здесь краешек ниточки на второй стороне, он вам не нужен, вы его отлаживаете в сторону, вам его нужно будет потом в итоге убрать. А в этот краешек, который мы с вами оставляли, три ширины. Вот еще раз покажу, как это три ширины. Вот один, два и три. То есть в три сложения и хвостик. Вдеваем в иголочку. Вдели ниточку в иголочку и вот у нас крайняя кромочная петля. Мы вводим иголочку снизу вверх. Вот так вот в нее вводим. И подтягиваем петельку. Спускаем ее. Берем вторую спицу и вводим точно так же снизу вверх. И спускаем петлю. У нас получается спущены две петли. Сверху и снизу. Теперь вводим иголочку снизу вверх в одну петлю. И с серединки, вот так вот смотрите, то есть вовнутрь. У нас петельки повернуты в одну сторону, а нам нужно в другую. Хотите, можете сразу их повернуть. А хотите, можете просто. Нам нужно, чтобы не были перекрещенные петельки. Мы вводим иголочку в одну петлю и выводим во вторую петлю. И снова протягиваем хорошо ниточку. Сильно не затягивайте, так как у нас лицевые петли не сильно в принципе затянуты. Теперь вводим иголочку в ту петлю, которая у нас спущенная и уже в следующую петлю. Тоже смотрите, чтобы петельки не были перекручены. Поэтому снизу вверх. Сверху вниз и снизу вверх. Снова выводим иголочку. Подтягиваем петельку. Теперь у нас с нижней стороны петля спущенная. Мы вводим в нее иголочку. И выводим та, которая на спице. Спускаем. Вытаскиваем ниточку сквозь две петельки. Та, которая уже спущенная была и ту, которую спустили. Теперь поднимаемся вверх. Вот она петля у нас спущенная. Мы в нее вводим иголочку. И в следующую петельку, которую спускаем, тоже вводим иголочку. Подтягиваем хорошо ниточку. Возвращаемся в нижнюю сторону. Снизу у нас петля, которая спущенная. И петля, которая на спице. Мы вводим в две петли иголочку. И спускаем вторую петлю. Подтягиваем ниточку. Так как камера у меня не очень идеально видна. То можете, кому непонятно, что я делаю. Просто в ютубе ввести трикотажный шов. Или ссылочку я вам оставлю под видео. Вы сможете посмотреть ее в описании. Просто делаем закрытие открытых петель трикотажным швом. И вот так я буду делать закрытие. Получается красивенький переход. Не видно абсолютно то, что здесь сшиты две стороны. И я буду вот так вот аккуратненько сшивать, можно так сказать, две стороны трикотажным швом. Подтягивая то сверху петли, то снизу. И вводить сначала в одну спущенную петлю, затем ту, которую на спице. И спускать ее. То сверху по очереди, то снизу. Сверху, снизу. Вот так вот. Я думаю, что здесь тоже ничего сложного нет. Главное понять принцип действий. И как только вы поймете принцип действий, здесь очень будет все легко и просто. Сшивать желательно той же ниточкой, которой вязали, чтобы не видно было. Вот, посмотрите, получается довольно-таки аккуратненько и красивенько. И вам останется только спрятать вот этот хвостик с одной стороны. И у вас будет вот этот хвостик, который мы сейчас сшиваем, с другой стороны. Вот, сверху, переходим вверх. Подтянули, снизу переходим вниз. И главное вводить иголочку уже снятую петлю и параллельно еще не снятую, но снимать ее. То есть, вот смотрите, снятую, затем та, которая на спице крайняя. И снимаем уже следующую петлю. То есть, вот такими вот движениями я буду сшивать полностью этот снуд. И вот я уже сшиваю до конца. У меня осталось только красивенько спрятать краешек. Вот он у меня, смотрите, все совпало. Благодаря тому, что у нас с обеих сторон по 32 петли. То есть, в начале и в конце. Если вы, конечно же, нигде не прибавили, не убавили. Вот. И получается вот красивенько у нас сшит краешек. Одной и другой стороны трикотажным шовчиком. И вот, посмотрите, имеет такой вид с изнаночной стороны, с лицевой стороны. Посмотрите, все очень аккуратненько, достойно и красиво. Теперь нам осталось вот эта ниточка, которая где-то в иголочку, красивенько ее спрятать по межвязаниям. И с этой стороны либо вдеть в иголочку спрятать, либо красивенько крючком подтянуть. Вот. Спрятать. Желательно сделайте так, чтобы у вас краешки аккуратненько совпадали с друг дружкой. То есть, посмотрите, вот. Не было никаких перебоев. И когда вы будете одевать снут уже на шее, абсолютно не видно будет никаких рубчиков. И, соответственно, не будет давить ребенку в шею. То есть, прячете вот эти краешки. И вот такой вот замечательный снут у нас получился. Можете его намочить и в разложенном виде подсушить, приобрести форму. У вас так вот немножечко подтянул, красивенько расправить. Можете, в принципе, не мочить ничего. Получился вот такой замечательный красивенький снут. И теперь в виде восьмерочки вы его просто одеваете ребенку на шею. То есть, вот так вот перекрестив. У меня не получается так сразу на руке перекрестить, потому что здесь иголочка, я еще не спрятала. Вот она у нас, допустим, шея. И вы уже укладываете, как вам удобно, как вам красиво. Вот я на руке свернула его. Получается, на мой взгляд, очень довольно-таки симпатично. И замечательно подойдет в набор к шапочке. Я надеюсь, что вам осталось все понятно. Обязательно комментируйте. Ставьте лайки. Не забывайте подписываться на мой канал. Всем хорошего настроения. Пока-вока.